Когда что-то в теле возникает хроническое, хроническая усталость, хронический недосып, быстрая утомляемость, снижение к... устойчивость к физической нагрузке, всё время в этом так или иначе будет задействовано дыхание, потому что дыхание влияет на качество кровотока во всём теле, потому что когда мы дышим, понижается на вдохе внутригрудное давление, и кровь оттекает от головы верхних конечностей, на выдохе у нас понижается внутрибрышное давление, и кровь лучше циркулирует, оттекает от таза, живота и нижних конечностей, поэтому дыхание – это залог хорошего кровообращения, и автоматически это механизм регуляции цифрок давления. Дыхание – это мягкий, плавный массаж внутренних органов, потому что когда грудная диафрагма двигается, опускается вверх-вниз, она массирует как поддиафрагмальные органы, так и наддиафрагмальные, улучшая их функцию. И дыхание – это та часть механизма саморегуляции, который регулирует ещё и осанку. Это мало известно в широких, может быть, даже и в медицинских кругах, что дыхательная мышца диафрагма является мышцей равновесия. И что бы мы ни делали, она балансирует вертикаль тела, сидим ли мы, ходим, стоим ли мы, каждый раз мы подстраиваемся её тонусом под любое наше движение. И когда мы идём, ритмично делаем движения руками и ногами, у нас идёт попеременное раскрывание куполов справа и слева, и одна и другая половинка грудной клетки вдыхает в разную фазу ходьбы, по-разному, с меньшим или большим объёмом, в зависимости от того, раскрывается она в шаговых движениях или закрывается. Поэтому это мышцы, которые регулируют равновесие, дыхательная диафрагма. И дыхательная диафрагма в тот момент, когда мы делаем вдох, насыщенные позвоночные дуги выпрямляются, в тот момент, когда мы делаем выдох, они возвращаются к своей исходной кривизне. Поэтому это ещё и механизм самокоррекции, который балансирует тонус мышц кпереди и кзади относительно позвоночного столба, выравнивая нашу осанку. То, как осанка у нас, как накапливается в ней напряжение, усталость, есть некая закономерность. Первой появляется сутулость с возрастом, с какими-то нагрузками, со статическими, потому что две трети веса нашего тела расположены кпереди от позвоночного столба, одна треть кзади. Поэтому нам свойственно сутулиться и с возрастом эта сутулость увеличивается. Как только компенсаторные возможности позвоночника с годами уменьшаются и уже сутулиться дальше невозможно, появляется в теле боковой наклон, или так называемая С-образная сколиотическая осанка. И это встречается очень часто в проявлениях, когда мы стоим на одной ноге, голову держим привычно наклонённой в одну сторону, когда асимметрично открывается рот, когда появляется непараллельность взора, когда по-разному мы чувствуем ловкость в руках, вне зависимости от того, доминантная это рука или нет. Так вот, вот это вот потом за сутулостью накапливается симметрия, а за асимметрией накапливается скрученность в теле, и появляется так называемая С-латинская буковка С-образное нарушение осанки. И такое нарушение осанки скручивает тазовый пояс относительно плечевого. Это уже такое достаточно тяжёлое состояние, оно ярко видно рентгенологически, это уже однозначно тенденция к формированию сколиоза. Сегодня мы с вами будем заниматься уроком в положении сидя, для того, чтобы раздышать грудную диафрагму, и для того, чтобы как раз убрать из тела вот этот вот элемент скрученности. Для урока вам нужна плоская табуреточка, горизонтальная, и вы должны сесть на переднюю треть относительно этой табуретки, для того, чтобы быть на стуле подвижными. И ещё разочек повторюсь, что все уроки движения по методу Фельденкрайза, какой бы области они ни касались, они выполняются медленно. Как вы медленно совершаете движение, так медленно возвращаетесь в точку нейтрали. Все уроки движения по методу Фельденкрайза выполняются с небольшой амплитудой, потому что мы меняем равновесие внутри собственной геометрии. Когда мы дышим, и дыхательное движение происходит, мы не колеблемся всем телом в пространстве в ответ на вдох и выдох. Это движение происходит внутри нас. Поэтому и наши движения должны быть очень маленькими, едва заметными со стороны, для того, чтобы активизировать внутренние мышцы, расслаблять внутренние связочки, для того, чтобы поработать с геометрией внутри себя. И все мышцы, которые поддерживают осанку, диафрагма – это мышцы, которые удерживают осанку, мышцы пресса – это мышцы, которые удерживают осанку, в том числе, они работают с небольшой амплитудой, у них медленно-волновая активность, поэтому мы должны говорить на языке тела, двигаться мало, двигаться медленно. Это с одной стороны, и с другой стороны, мы должны все время прислушиваться к своим ощущениям. Ментальное, умственное сосредоточение на движениях, оно способствует тому, что в нервной системе проявляется зона, в которой мы двигаем. И это максимально эффективно расслабляет эти мышцы, эту область, и включаются механизмы самокоррекции. Вообще это чудесно. Ты не создаешь некую предпосылку через движение, сам тело, само перестраивается благодаря тому, что меняется контроль со стороны нервной системы. Поэтому гимнастика по методу Фильденкрайза – это интеллектуальный фитнес, это гимнастика для мозга. Но об этом не сейчас. Давайте с вами подышим и подвигаемся. Сядьте, пожалуйста, ровно, расположитесь на передней трети табуретки, положите руки ладошками вверх. Положение рук ладошками вверх автоматически распрямляет нашу спинку, разворачивает плечи, поднимает ребра, переводит их в состояние вдоха, и от этого уроки выполняются легче. Давайте с вами оценим вообще в принципе такие признаки напряжения со стороны дыхательной мышцы диафрагмы, которые могут быть. Частое вздутие живота с затруднением дыхания, когда подпирает снизу грудную диафрагму, живот вздул и тяжело дышится. Отрыжка, неважно какая она, с привкусом или воздухом, это тоже признак спазма дыхательной мышцы диафрагмы. Быстрое насыщение, это её проявление, тяжесть в подреберьях, это тоже может быть признаком спазма её куполов. И желание сутулиться в нижней трети. Вот есть люди сутулые, которые заворачивают плечи вовнутрь, а есть люди сутулые, которые сутулиться в нижней трети грудной клетки, у них как будто появляется такая реберная талия. Грудная клетка имеет не цилиндрическую форму, а её нижние ребрышки разворачиваются слегка в виде такой юбки. Вот это вот всё признаки проявления диафрагмального напряжения. Оцените, есть ли они у вас или нет. И такие тесты оценочные, есть ли напряжение со стороны разных видов дыхательных мышц, мы с вами будем делать до урока, после урока, что будет меняться, что будет меняться в конце недели, и может быть, как изменится в самочувствии через месяц наших с вами занятий. И по совокупности вот этой бальной оценки и активности вашего участия, у нас придумано множество призов, никто не останется без вознаграждения, потому что мне очень приятен ваш интерес к методу Фильденкрайза. Итак, болтовня болтовнёй, приступим. Пожалуйста, чувствуйте, насколько симметрично вы сидите на табуретке, почувствуйте, как проходит вертикаль через головушку, шею, грудную клетку, живот, уходит через таз, между ног. Почувствуйте, удалось ли вам эту вертикаль провести в глубине себя, или, может быть, она была смещена чуть кпереди или чуть кзади относительно вашего тела, может быть, чуть влево или чуть вправо. Удалось ли вам эту вертикаль провести непрерывной. Великолепно. Теперь давайте почувствуем, насколько симметрично располагается головушка. Не повёрнута ли она в сторону, то есть одинаково ли смотрят глазки, или, может быть, один вам кажется что-либо более выпуклым смотрящим вперёд. Давайте откроем ротик. Симметрично ли открывается челюсть. Можно положить руки на височно-челюстные суставы и посмотреть, как он открывается. Если один из височно-челюстных суставов выкатывается из сустава с опережением, вы чувствуете его более ярко, значит, присутствует симметрия со стороны челюсти. Почувствуйте, насколько симметрично располагаются ваши плечи. Не вздёрнуто ли одно, не опущено ли другое, не развернуто ли плечевой пояс. Послушайте, пожалуйста, своё дыхание, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха, как грудная клетка наполняется изнутри объёмом, где это движение наиболее яркое. Почувствуете наоборот, где это движение максимально ограниченное. Вы делаете вдох и чувствуете, что какие-то ребра чуть запаздывают или вам приходится делать это движение с некоторым усилием, как это у вас. Почувствуете в тот момент, когда вы дышите, нет ли какой-то прерывистости дыхания. Вы вдыхаете, потом идёт некое спотыкание, а потом вам приходится с усилием сделать вдох. Давайте оценим фазы дыхания. Оцените длину вдоха. Длину выдоха. Какая фаза вдоха или выдоха у вас длиннее. И попытайтесь ещё почувствовать, когда вы дышите, нет ли между фазами вдоха и выдоха некой точки покоя. Давайте вдыхаем, выдыхаем. И если вы слышите эту фазу покоя между вдохом и выдохом, это правильный дыхательный ритм, потому что между... Как в частоте сердечных сокращений есть систола, диастола, то есть сокращение, расслабление, пауза, так и в дыхательном ритме есть вдох, активный, выдох, относительно пассивное движение и небольшая пауза. За счёт этого наши дыхательные мышцы отдыхают, иначе они совершают 16 дыхательных движений в минуту, да ещё 60 раз в час, да ещё 24 раза в сутки. Это колоссальная подвижность, ни одна мышца так не двигается и не работает как дыхательные. Великолепно. Давайте почувствуем, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха. Со стороны грудной клетки или со стороны живота. На самом деле дыхательное движение должно быть симметричным как со стороны грудной клетки, так и со стороны живота. При обладании какого-либо из типов дыхания, допустим, чувствую много же дыхания с животом, это значит, что зажата грудная клетка. Чувствую много дыхания грудной клетки и не чувствую, как на вдохе активизируются мышцы живота. Это значит, что какое-то напряжение есть со стороны нижнего этажа. Великолепно. Рассказываю вам такие тонкости, что я думаю, что многие из вас смогут сдать потом экзамен в медицинском вузе и, по крайней мере, выпускной уж точно. Вступительный, коррекционный, выпускной. Так, великолепно. Опять давайте почувствуем, как симметрично на табуретке располагаются ягодицы. Седалищные кости – это кости в глубине ягодичек. Упираются ли они у вас в табуреточку? Асимметрично ли на них давление? Нет ли у вас ощущения, что одна ягодичка выдвинута вперёд больше, чем другая, вот эта седалищная косточка? Или, может быть, одна коленочка выступает вперёд? Тут даже можно глазками посмотреть больше, чем другая. Это признаки разворота таза, если они существуют. Почувствуйте, насколько симметрично распределяется вес на стопы. Великолепно. И теперь давайте, положив ладони вверх, выдвинем правую коленочку вперёд, не отрывая ягодицы от стула. Вы просто как будто скользите по поверхности, по стулу, выдвигая ягодичку одну вперёд и коленочку вперёд. Стопа остаётся неподвижно на полу, не надо ей скользить по полу, это лишь движение коленочки вперёд. Мягко, плавно вернитесь обратно, выдвините коленочку вперёд, мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. В тот момент, когда вы выдвигаете коленочку вперёд, почувствуете, как скручивается на опоре ваш таз, как вслед за тазом скручивается ваша поясничка, последовательно позвонок за позвонком, как вслед за тазом и поясницей скручиваются нижние ребра, грудная клитка снизу. Мягко, плавно вернитесь обратно. К нижним ребрам крепится, к пяти нижним ребрам крепится дыхательная мышца диафрагма. Когда мы с вами в дыхательном сосредоточении дошли, и в ментальном сосредоточении дошли до этого уровня, мы уже работаем с её куполами. Великолепно. И давайте выдвинем левую коленочку вперёд, почувствуем, как грудная клетка скручивается, сделаем вдох, мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Опять выдвинем коленочку вперёд, почувствуем скрученность таза, поясницы, нижних ребер. Вернёмся в нейтральное положение. Повторим движение ещё несколько раз. Великолепно. В тот момент, когда вы выдвигаете левую коленочку вперёд, остаются ли неподвижными в пространстве ваши плечи. Или они тоже слегка двигаются в ритме движения таза. Великолепно. И если таз сейчас, когда мы выдвигаем левую коленочку, он скручивается направо, куда скручиваются ваши плечи? Левая плечика идёт вперёд, а правая назад. Или правая плечика идёт вперёд, а левая назад. Как это у вас? Великолепно. Теперь давайте сделаем то же самое движение на выдохе. В выдохе мы выдвигаем левую коленочку вперёд. На вдохе мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Выдох. Выдвигаем коленочку вперёд. На вдохе возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. И давайте почувствуем, как в тот момент, когда мы выдвигаем коленочку левую вперёд, остаётся ли неподвижной в пространстве наша головушка. Или в тот момент, когда мы выдвигаем коленочку вперёд, голова тоже совершает небольшой разворот. И она делает это куда? Навстречу выдвигающейся коленке? Налево? Или в противоположную сторону вперёд выдвигается левая коленочка, а головушку вы поворачиваете направо. Великолепно! Теперь давайте сделаем это движение по выдвижению левой коленки с противоположным знаком. Ой, на задержке дыхания. Мы задержим дыхание горлом, носом и в зоне собственного комфорта, не превышая длительность комфортной задержки, выдвинем коленочку вперёд, позволим телу вернуться обратно, выдвинем коленочку вперёд, позволим вернуться обратно. Великолепно! И вдохнём в тот момент, когда этого хочется. Вообще все движения в уроках по методу Фельденкрайза нужно делать в зоне собственного комфорта. Чем мягче, плавнее вы их сделаете, тем эффективнее будут упражнения, поэтому здесь нужно соблюдать принцип «меньше». Великолепно! Теперь давайте опять отдохнём в положении нейтрали, почувствуем, насколько симметрично наше тело располагается в пространстве. Повёрнуто ли в какую-либо сторону головушка? Строго ли симметрично располагаются ли плечи? Почувствуйте своё дыхание, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха. Почувствуйте своё дыхание и, может быть, где-то вы ощущаете дыхание какой-то областью с большим затруднением. Изменилось ли что-либо по сравнению с началом урока? Великолепно! Теперь давайте почувствуем, насколько симметрично располагаются ягодицы на полу. Хорошо. Всё ли комфортно? Давайте проведём вертикаль, проходящую через головушку, шею, грудную клетку, живот, поясницу, таз и уходящие между ног в пол. Насколько симметрично удалось провести эту линию, насколько она получилась непрерывной. Великолепно! И теперь давайте сделаем вот такое движение. Мы проскользим правой рукой по коленке... Давайте так. Нет, мы проскользим левой рукой по коленке вперёд. Наша левая ручка скользит по коленке вперёд. Напоминаю, что ладошка смотрит в потолок. И вы левой ручкой скользите по коленке вперёд. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Угу. Великолепно! Делаете скользящие движения. Возвращаетесь обратно. В тот момент, когда вы делаете это скользящее движение. Какое движение совершают ваши плечи в пространстве? Какая плечика идёт вперёд? А какое плечика идёт назад? Великолепно! В тот момент, когда вы скользите ручкой по коленочке, левой рукой по левой коленке вперёд, почувствуете, остаётся ли, симметрично ли распределяется вес тела на ягодице. Или, может быть, какая-то ягодичка принимает на себя больше вес тела. И, может быть, вы чувствуете некое ощущение скрученности со стороны таза. Угу. Великолепно! Почувствуйте, что делают ваши ребра в нижней трети грудной клетки, когда вы выдвигаете ручку левую вперёд. Какая половинка грудной клетки раскрывается, расширяется? А какая, может быть, сужается? Угу. Великолепно! И теперь давайте сделаем движение на вдохе. Вдох. Мы скользим левой ручки по коленке. Выдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Вдох. Скользим рукой по колену. Выдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Ещё разочек. Вдох. Выдох. Поменяем ритм дыхания. Сделаем выдох и поскользим левой ручкой по коленочке. На вдохе вернёмся в нейтральное положение. Сделаем выдох. Скользим левой ручкой вперёд. На вдохе возвращаемся в нейтральное положение. И ещё разок. Великолепно! В тот момент, когда вы делаете это скользящее движение левой ручкой вперёд, что делает ваша головушка? Она остаётся нейтральной, смотрящей вперёд, или слегка разворачивается к одному из плечиков. Теперь давайте задержим дыхание и сделаем движение в рамках на задержке дыхания. Задержали дыхание, проскользили вперёд, вернулись назад. Проскользили вперёд, вернулись назад. И может быть, этих двух повторений на задержке дыхания будет достаточно. Не старайтесь ничего делать через усилия. Ещё разочек. Вы запираете дыхание и скользите левой ручкой по коленочке вперёд. Великолепно! И давайте немножко отдохнём в положении нейтрали. Опять почувствуем, насколько симметрично мы располагаемся на опоре. Симметрично ли распределяется вес тела на левую и правую ягодичку. Как на ваш взгляд, какая коленочка чуть больше кпереди, выставлена чуть больше кзади какая. Одинаково ли распределяется вес тела на правую и левую ножку. И давайте сделаем ещё одно движение. Мы поскользим левой коленочкой вперёд и повернём головушку налево. Мягко, плавно вернёмся обратно. Поскользим левой коленочкой вперёд, головушку развернём налево, навстречу выдвигающейся коленки. И мягко, плавно вернёмся обратно. Великолепно. И давайте сделаем это движение на вдохе. Мы скользим коленочкой вперёд и поворачиваем головушку на вдохе. И возвращаемся в нейтральное положение на выдохе. Теперь давайте сделаем это движение на выдохе. В выдох мы вытолкаем левую коленочку вперёд, поворачиваем головушку слегка налево. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. И ещё разочек. И то же самое движение сделаем на задержке дыхания. Толкнём левую коленочку вперёд и повернём головушку налево. Столько раз, сколько это возможно на задержке дыхания в зоне комфорта. Великолепно. Если хочется пошевелиться, немножечко расправить плечи, потому что статические упражнения несложны для выполнения. Если у вас сейчас ощущение, что ваши ягодицы вдавило в опору, и как будто они буравят стул, сильно упираются, это может быть следствием расслабления. Если у вас ощущение такой, ух, некоторой вялости, это тоже может быть, потому что скручивающие движения, они не просты. Давайте опять оценим качество своего дыхания. Насколько ярко вы ощущаете глубину вдоха и где, в каком квадранте грудной клетки, где вы ощущаете наибольшее ограничение подвижности со стороны вдоха. Послушайте фазы своего дыхания, как вы вдыхаете, какая у вас продолжительность вдоха, как вы выдыхаете, какова продолжительность выдоха. И если пауза между вдохом и выдохом... Великолепно! Теперь давайте сделаем эти же движения симметрично. Теперь мы будем выдвигать вперёд правую коленочку, не отрывая стопу от пола, не поднимая ягодичку от стула. Мы будем толкать правую коленочку вперёд, мягко, плавно возвращаться назад. Толкая правую коленочку вперёд, сравните для себя, какую коленку выдвигать вперёд было проще, в какую сторону тело скручивалось легче, или это было более такое комфортное, что ли, организованное движение, направо или налево. Великолепно! Теперь давайте почувствуем, как вслед за движением ножки вперёд скручивается таз, как за выдвижением ножки вперёд скручивается поясничка, как за выдвижением коленочки вперёд раскрываются нижние ребра слева и справа. Какие из них раскрываются у вас? Великолепно! И давайте сделаем движение, это на вдохе. Вдох, выдвигаете коленочку вперёд, слушаете, скручиваясь грудной клетки, возвращаетесь назад. Вдох, выдвигаете коленочку вперёд, чувствуете, как скручивается грудная клетка в нижней трети, что происходит на уровне плечиков. Делаете вдох и чувствуете, как на высоте вдоха, вслед за скручиванием нижних ребер и плечей, не остаётся неподвижной головушка. Куда она двигается? Великолепно! И теперь давайте сделаем это движение на выдохе. Выдох, выдвигаем ножку вперёд. Вдох, возвращаемся обратно. Выдох, выдвигаем ножку вперёд, чувствуем скручиваемость, которая происходит в теле. Выдох, возвращаемся обратно. На вдохе или на выдохе это движение скручивания происходит комфортнее. Великолепно! Теперь давайте сделаем движение на задержке дыхания. И опять сравним. В ритме дыхания скручиваться телу проще или на его задержке. Как это у вас? Великолепно! И теперь давайте сделаем скользящее движение правой ручки по правой коленочке вперёд. Мягко, плавно вернёмся обратно. Сделаем это движение на вдохе. Вдох, ручка скользит по правой коленочке вперёд, правая. На выдохе возвращается обратно. Двух-трёх повторений, как правило, бывает достаточно. Давайте сделаем это движение на выдохе. Мягко, плавно вернёмся обратно. Опять оценим, в какую фазу дыхания двигаться проще, комфортнее, легче. Великолепно! И давайте теперь сделаем это движение на задержке дыхания. Хорошо, мягко, плавно отдохнём. Вернёмся обратно, отдохнём в нейтральном положении. Опять почувствуете, насколько ровно вам хочется держать спинку. Вы устали в силу, расслабились в силу выполнения этих упражнений, и вам хочется сутулиться, скруглить спину. Или наоборот, вам хочется немножечко поменять точку опоры относительно ягодиц и расправить плечи. Давайте опять почувствуем, как распределяется вес тела на ягодицы. Симметричны ли треугольники талии, симметричны ли плечи, одинаково ли расстояние от ушей до плеч, строго ли вперёд смотрит головушка. И проведём вертикаль, проходящую сквозь наше тело, голову, шею, грудную клетку, живот, поясницу, таз, уходящий между ног. Удаётся ли вам по сравнению с началом урока провести эту линию более чёткой, менее прерывистый и более центрированный, ни кпереди, ни кзади, ни лево, ни вправо, а как стержень внутри вас. Великолепно. И давайте сделаем вот такое движение. Сейчас мы выдвинем правую коленочку вперёд, мягко-плавно вернёмся в нейтральное положение и повернём головушку направо, по направлению к выдвигающейся коленочке. Великолепно. Сделаем это движение на вдохе. Пару раз. Сделаем это движение пару раз на выдохе. Сделаем это движение пару раз на задержке дыхания. В тот момент, когда вы выдвигаете коленочку правую вперёд, какая стопочка начинает давить на пол ярче? Правая или левая? И давайте правой стопой надавим в пол, повернём головушку направо. Левой стопочкой надавим в пол, повернем головушку налево. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Правой стопочкой надавим в пол, повернем головушку направо. Левой стопочкой надавим в пол, повернем головушку налево. Давайте сделаем эти движения в фазу дыхания. Вдох, надавим правой стопой в пол, головушку направо, выдох, возвращаемся в нейтральное положение. Вдох, стопочкой давим на пол, левый головушку поворачиваем налево, возвращаемся в нейтральное положение. Почувствуйте, как в этих движениях все ваше тело скручивается, как одна большая спиралька. На самом деле грудная клетка, она скручивается в фазу дыхания в зависимости от того, в какой фазе маршевости находится нога. И пожалуйста, садитесь в положение нейтрали, отдыхайте. Давайте опять оценим качество дыхания. Хочется ли вам сделать глубокий вдох, хочется ли вам расправить плечи, клонит у вас в сон или нет. Почувствуйте, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха, где вы наиболее ярко ощущаете движение с затруднённым расширением грудной клетки. И стало ли в этой области дышаться легче? Великолепно!